Смотрите, опять пришел этот сумасшедший Лаки. Видите, Манька что-то в этот раз его испугалась, до этого она его не боится. Он ходит тут. Мы его прогнали совместными усилиями с ней, но он опять вернулся. Видите, он это тут раздражает. Он, кстати, вот здесь, вот видите, земля валяется на террасе. Это он что-то, видимо, копал. Гад. У меня тюльпанчики уже начали подниматься с земли. Но, надеюсь, ничего не промерзло. Вроде более-менее там живо. Видите, смотрите. С той стороны еще окна не мыло, с этой стороны уже помыло. У меня гордина сломалась, поэтому шторы сняты. О, активизировался кот. Давайте его приблизим. Посмотрим на его мимику отожравшуюся. Вот этот Лаки сумасшедший. Он что-то так заматерел, такой стал жирный. Но Мингус вон что-то возмущается. Иди вон его прогони лучше. Он за меня тут прячется, Мингус. Но он злой. Хвостом меня долбает, Мингус. Он такой разжиревший, заматеревший из-за того, что... Видите? Потому что зима была холодная. Ну, то есть весна была очень холодная. Недели две был холод. В Альпах было до минус 27. Видимо, он обмохнатился вот так вот. Такой зажиревший. Кстати, у нас... Я уже, может, говорила уже. Вышел указ, значит, депутатов, что все кошки должны чипированы быть. Если не чипированы, их утилизируют. Наверное, я так думаю. А если ты кормишь животное уличное, значит, оно принадлежит тебе. Они приняли так. Поэтому, значит, если вы кормите животное в Германии, оно, значит, ваше. И все животное должны чипированы быть. Кошки. Ну, чтобы сразу... Мы своих чипировали. Вот здесь вот, Мингус. Вот здесь вот. Чип, чип. Вот здесь вот. И вот здесь чип. Оно вводится этим. Давайте я вам покажу вот так вот. Оно вводится шприцом. И потом такой прибор есть. Они так держат. Вот так вот здесь крутят. Ну, так держат. Как миноискатель. И там номер высвечивает. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. И нам сказали, зарегистрировать его. Ой, ой, ой. Чего хвостом тут крутишь? Видите, он какой злой. Ну, злой. И, значит, зарегистрировать на сайте. Мы его зарегистрировали. И Маньку. Вон Манька сидит. Привела более-менее в порядок мои монстеры. Отрезала их не корни. Хотя, наверное, это нельзя делать. Ну, как-то надоели мне эти корни. Я их корни его аптекрыжила. О, кстати, он это. Ему пофиг. Вон он, яйценосный ходит. Гадит везде. У нас на участке он гадит. Сволочь такая. Наши коты не гадят. Они персы. Они, знаете, они бегают-бегают на улицу. Потом прибегают домой и какают у себя в лотке. Не гадит у нас. Все, он такой. Монстера побежал, значит. О, все. Надоело ему. В общем, он сидит. Сейчас убежит. Два диких кота у нас бегают. Вот такой. И еще, знаете, такой, как бы, ну, простой Васька полосатый. Как Манька, вот такой цвет, только не пушистый. Мышиед. Это тоже, наверное, мышиед. Вот. И это бегало, значит. Видела я, кто-то купил, сейчас вам скажу, бенгальскую кошку. А он тут один раз пробежал, убежал. Я так думаю, это кот или какое-то молоденькое животное. И, значит, далеке от нас, где-то, ну, может, полкилометра от нас живет сфинкс. Я один раз иду, и такой сфинкс выползает. Ну, я его погладила. Думаю, ничего себе. Такое дорогое животное это выпускает. Но я так думаю, что оно зачипировано, поэтому его красть без полезняк. Украдут. А что делать-то? Ветеринарку принесут, а там оно, это, номер высветится, что это не их животное. Ну, вот. Сидят такие, зловые. Смотрите. А тут еще хотела рассказать вам. Бильбауа? По-моему, Бильбау. В общем, в Испании депутаты приняли такой закон. Как бороться, они решили с говном. Мой муж сказал, правильно сделали. Такое тут тоже надо вести. В общем, как они решили бороться с собачьим говном. Ну, значит, они заставляют всех владелец собак провести ДНК собаки. Если говно где-то лежит, полицейские берут, значит, говно, относят в лабораторию, определяется, значит, кому это говно принадлежит. Штраф в 500 евро. Ну, и там собачники начали, типа, выйти. Ой, да мы, значит, вдруг забыли мешочек. Ну, и там голос за кадром. Ну, типа, не голос за кадром, а голос городской думы сказал, типа, один раз мешочек забудете, заплатите 500 евро, а потом уже никогда не забудете. Но я считаю, что так оно и нужно. Потому что, знаете, надоело это говно. А не знаете, как собачники такие? Вот, знаете, вот стоит знак не срать на нашей лужайке. Ну, это как бы не наша лужайка, это принадлежит городу, но мы за ней должны ухаживать. Вот пройти, знаете, ну, пять метров от нас такая территория, которая как бы сри не хочу. Нет. Они, значит, срут на нашей лужайке. Я имею в виду хозяева. Собаки-то чего? Собакам закон не писан. Это же хозяева асоциальные элементы. Такие, знаете, асоциальщики живут у нас тут неподалеке. Вот они и специально срут. Так вот, такие пакости делают. Ну, и типа эти собачники Бильбао говорят, о, а эти туристы? Типа, то будут срать, а мы тут при чем? Ну, извини меня, турист он, а турист. Извини меня, там в этот город, наверное, приезжают, может быть, от максимума за год приедет там с собаками, я имею в виду с собаками, может быть, там 500 собак за год приедет, или 200 собак за год, да? Но в основной массе-то говно делают, не туристические собаки, а именно собаки местные. Вот хорошо бы такое ввели. Ну, тут налог на собак есть, по-моему, от 100 евро идут, в зависимости от высоты. Вон этот гад там сидит. На кошек нету, что они могут гадить, потому что они, видите, если кошки-то, они зарывают свое говно. Но вот этот гад не зарывает, кстати. Вот такой тварь, он не зарывает, вот эта вот черно-белая тварь, она не зарывает. У нас еще одна черно-белая тварь такая бегает, но она вдалеке бегает. Вот. Наши взрывает у нас. Манька активизировал. Гадина лазит, он пошел срать у меня на участке. Да? А ты бестолочь. Его боишься. Ну, я там, ну, как его закрыла свои канны, не знаю, приживутся, не приживутся, промерзли, не промерзли. Он решил вот тут его охранять. Манюня. Манька все лишится. Вот. Я считаю, что мой муж, я ему рассказала, это на Deutsche Welle была такая новость. Тут нас выиграл, значит, СПДшник, новый бюргомастер будет у нас СПДшник. Молодой, кстати. Лет 36, скорее всего. Ну, это учитель математики, что ли. Программу его читала. Я, кстати, его увидела, он двор, он ко мне, значит, постучался, а я такая думаю, это, наверное, эти сектанты ходят. Потому что один раз ко мне сектанты пришли, мне два раза приходили. Они, знаете, тут так прилично одеты. А я такой думаю, опять, блин, сектанты. Он такой, здравствуйте, я кандидат, значит, на место бюргомастера. Так, вот моя программа. Если что, обращайте у него инстаграм, есть фейсбук. Программа его посмотрела, сегодня с подружкой обсудили. Подружке пойду. Ну, так, по телефону болянькали. Я говорю, программу у него. Она говорит, ты знаешь, что он хочет? Какую-то лужайку для собачников сделать. Типа, чтобы они там это гадили. Я говорю, это фигня это, говорю. Наши собачники, говорю, туда ходить не будут. Они, говорю, все равно будут ходить здесь и срать на моем, говорю, газоне. Хе-хе-хе-хе. А вот. Да, Мингус? Да. Иди сюда. Иди сюда. Давайте его поглажу. Вот туда поглажу. В общем, балом еще в программе, типа, кинотеатр. Нафига тут кинотеатр? В нашей деревне. В Дортмунде-то они кинотеатр не заполняются полностью. Еще в нашей деревне кинотеатр. Они все вымирают уже, кинотеатры. Они себя, как это, зарабатывают на Кока-Коле, да на попкорне, а не на билетах в кино. Там, знаете, там чуть-чуть что-то взял, уже 10 евро нету. На человека, я имею в виду. Вот. Потом отель для этих, для велосипедистов. Боже мой, у нас тут отелей полно. В общем, какой-то ерундой мать. Вместо того, что, знаете, например, чтобы туристов привлекать в город, чем привлекаешь? Красотами какими-то. вот, например, в курортных городках Германия у них это, они завлекают цветами, цветами. В общем, шикарные летние сады, вот на это они, значит, туристов берут. как Батлинсхайм, по-моему, там 2 евро в сутки, по-моему, берут на эти сады. там и сады-то сады. Красота неописуемая. Вот этим надо привлекать. Центр города у нас какой-то бедламистый. Ничего там, никаких цветов, ничего нету красиво. Ну, старый город внутри, где люди еще живут, там, конечно, красиво летом. Там цветы, красота, милота, эти пряничные домики. О, зазвонил, да, у меня, Мингоф? Цветами надо привлекать какими-то, знаете, цветущими садами семирамиды. Но у нас этого мало. Где? Вот этим надо привлекать. Скажи, Мингоф, вот он мне грыжет. Вот он на меня отрывается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Те ногти надо подстричь. он злой на меня он злой на него вот смотрите он злой на него да а меня кусает это все по часухами занимается это по часухами занимается это что тешишься по часухи на моя вот и шоссе на моё дом и я мою вот такой тусе моё холёсе какие для пушки мои для пушки вчера постригли делать 2 или летки летки ттрихи 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 моя люкс моя рысёныш мне решение что покажи кляшки забрала ковкать моя от браков к отбраковка от браковка хотел тебя убить уничтожить Да, вот такие красивые Такая красивая кису хотели уничтожить Была такая маленькая, такая хорошенькая Сидела на ручках Вот Мингус намного ласкивее тебя Ты хоть и преданная, Манюка Но ты не ласковая стала Она вот изменилась Раньше такая ласкучка была На ручки садилась Сейчас такая дела вайка буса Ну любит, конечно, меня любит Но Мингус ее как-то это Ой, что у тебя такое Колтуняшка Смотрите, вот у них У персов, у них хвосты очень длинные Видите, у них практически Хвост занимает Все тело, вот, видите, длина хвоста Эй Тут, значит, подписалась на канал И там часто бывает передача О кошках и собаках И они сказали, что вот почему Мингус грызет Маньку Потому что они хищники Но он хищник же И он как бы на нее охотится Но он охотит рядом Он поэтому прыгает и охотится Вот, 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 вот Все, я тебя выпускаю Иди Сейчас мы его выпустим Посмотрим, что будет Бери А, все, видите, он Этот паразит сразу убежал Иди Давай, иди Иди Смотрите Он боится, кстати Иди напугай его Ну что ты И что ты испугался его Манюня Иди его гоняй Не смотри Ты, кстати, кто варит там? Мингус, по-моему Мингус, иди его гоняй Все Прогнали кота Молодец Это Мингус, кстати Мурчит Манька, она такая шепуха Еще та Иди погоняй его Все, я закрываю дверь В общем, враг Врага прогнали Вражину Тут орет Это он орет Он его завлекает Может, он думает, что это женщина Иди домой Иди домой, бедолага Иди, холодно Иди, красавчик Видите, у них язык совсем другой Кошки у них свой язык Ну, как бы, три языка существует у кошек Кошачий язык для общения с кошками С животными И, значит, с людьми Мингус Ну, ладно, все, на этом заканчиваю Видите, такой бедлам у меня Такой вот снежок у нас Бегает по участку Вот он Охраняет, в общем Иди домой Холодно ведь Все